Здесь можно делать деньги. Я слышал, что ты работал на заводе. Я работаю много, получаю столько же. Работаю мало, получаю столько же. Но бывают дни, что там один день рой 120, другой день смотрим, рой минус 120. Может, действительно, но про РИП. Не пробудить. Привет, друзья. Меня зовут Никита, и это проект «Крадинальные беседы». 23-й год мы встретили в самых разных странах. Кто-то встречал его в Турции, кто-то встречал в Армении, кто-то в Казахстане. Лично я встретил его год на Шри-Ланке и ни о чем не жалею. Рынок сильно поменялся, поменялись подходы к заливу трафика. И в 23-м году, думаю, что нас ждет большое количество перемен. Например, программа «Крадинальные беседы» все больше становится похожа на программу «Орел и Решка». Год назад в Питере мы снимали интервью с Димой Ричони, овдором «Рич Медиа». И сегодня к нам прилетел Эд, Сео, команды по направлению «Нутро». Как и твои дела? Все хорошо. Сегодня прилетели ночью. Погода нравится, все располагает. Супер, погнали поговорим о трафике. Дубль 1, кадр 1. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, как ты впервые услышал про арбитраж трафика, как ты об этом узнал? Про арбитраж трафика я узнал в году 2012, когда вбивал в Гугле, как заработать денег в интернете. И тогда наткнулся на интерес в статью, где по партнерским ссылкам люди покупают товар, но особого значения этому не придал, так как нужны были какие-то вложения, на тот момент их не было. И в 2017 году, учащаясь в университете, мы собрались с ребятами, и друг пришел, рассказывая нам, что у меня друг зарабатывает 300 долларов в день без особых вложений. Тогда жили еще первобилы, аккаунты не банились, все было хорошо. И мы на следующий день попробовали залиться, тогда это был дейтинг. Мы залились два аккаунта по 25 баксов, нам пришел первобил, и мы с этого получили баксов 100. И тогда мы поняли, что здесь можно делать деньги, и начали по чуть-чуть заливать уже за свой бюджет, там буквально 50-100 баксов с аккаунта. И в один прекрасный момент у нас все начало баниться, опыта нет, знаний нет, не знаем, что делать. И буквально мы месяца 3-4 проработали, все пошло в минус. И денег на оборотку не осталось, ну и мы решили жить как дальше. Поэтому после полугода буквально у нас все это умерло. Только в 2020 году я снова вернулся в арбитраж, как раз в момент выборов, когда опять ничего не шло. С того времени я все пытаюсь и пытаюсь, и сейчас уже получаются какие-то успехи. Смотри, ты говорил про 2017 год, тогда была совершенно другая ситуация и с ФБ, и с другими источниками. Можно ли назвать ситуацию 2017 года и ситуацию 2022 года совершенно отличающимися друг от друга? Кардинально отличающимися. В чем главное отличие, на твой взгляд? Главное отличие в том, что другие совсем подходы работают, другой Фейсбук, другая аудитория. Все равно искусственный интеллект Фейсбука, он обучается. И уже очень тяжело зайти с маленьких бюджетов, чтобы начать зарабатывать. Я слышал, что ты работал на заводе. Было такой опыт? Да. В каком цеху и кем? Я работал в завод имени Калинина, город Екатеринбург. Это оборонное предприятие. Но я работал на гражданской продукции. Я был инженер-конструктор. Насколько я помню, ты рассказывал, что совмещал это уже тогда с заливами на нутру. Как у тебя это вообще выходило? Тогда были заливы больше на дейтинг. Нутра была как бы в изучении. Но был ноль. Может быть небольшой плюс. Но как заработок дополнительный я не могу сказать, что это было. Это просто было хобби, чтобы в дальнейшем чему-то обучиться. Сложно ли тебе было решиться бросить то, чем ты занимался раньше? Не было ли у тебя страха? Нет, на самом деле на заводе я проработал 11 месяцев ровно. Через 3 месяца я уже понял, что завод это не мое. Я работаю много, получаю столько же. Работаю мало, получаю столько же. Нет никакого стимула расти. Так как в орбитраже все зависит от тебя. Если ты работаешь, у тебя все получается, ты зарабатываешь деньги. Если у тебя не получается, но ты стараешься, ты все равно зарабатываешь деньги. Слушай, а как ты попал в РичМедиа? В РичМедиа попал очень интересно. Я работал в небольшой компании в Уфе. Арбитраж нутра, где я, собственно, набрался опыта. И у меня просто было объявление на HeadHunter. Где-то буквально в декабре 2021 я выложил. И в феврале мне позвонила HR команда РичМедиа. Мы с ней пообщались. Но такого значения я не придал. Мы говорим, что вашу кондитуту рассмотрим и перезвоним. Буквально через неделю мне перезванивают HR. Сводит меня с TeamLeadом. Мы с ним обсуждаем какие-то вопросы внутренние по моей практике, по моим умениям. Но на тот момент у них была только геймбла у РичМедиа. Геймбла, бинарка, асо. Внутри у них не было. И мне предлагают, не хочешь возглавить отдел внутри. У нас есть все возможности, которые мы можем дать. С тебя и только голова, связки и залив. Но было непривычно и, наверное, немного боязно. То, что полностью с нуля строить команду. А сколько человек уже было тогда внутри? Вообще никого или кто-то уже... Внутри как раз был человек, который пришел тоже в эту команду. Не так давно. И мы с ним начали развивать отдел внутри. Возможно, что Дима как раз говорил про себя. Помнишь, он в своем интервью говорил, что было два человека. Наверное, как раз тогда ты пришел. Это был как раз февраль. И, видимо, это был... Да, на тот момент у нас с Димой как раз был созвон. После того, как я две недели испытательно проработал. Мы с Димой созвонились. Он сказал, все окей, приезжай. Я приехал на испытательный срок. На неделю уже в офисе, чтобы запустить машину, чтобы она работала. И уехал обратно в Уфу, так как нужно было решить вопрос с жильем, с переездом. И буквально через месяц я уже основательно переехал в Казань. И там уже начали работать. Ты работал в офисе, получается, да? Ты ходил туда. Дима рассказывал, что он не очень уважает удаленку, потому что есть некоторые сложности в контроле за баймерами. Что-то поменялось за год или нет? Поменялось то, что на удаленке больше часть. Но также и я предпочитаю то, чтобы все работали в офисе. Просто в чем причина? Есть пунктуальные люди, есть непунктуальные. Если у нас рабочий день с 11 до 6, либо с 9 до 6, мы все это время находимся в офисе, каждый друг другом контактирует и может подсказать. А если ты на удаленке, ты там отвлекся чай попить. И у тебя срочное дело, и тебе нужно связаться с человеком, он недоступен. И вот этот дисконнект вызывает какой-то дисбаланс в команде. Не получается настроить быстрый коннект и решить проблему, там, 7-минутно, как это можно сделать. Расскажи, как сейчас выглядит команда понутре. Команда понутре выглядит, это я как SEO-тим-лид команды и 6 байеров подчинения. Два старших байера и 4 байера, которыми руководят старшие байеры. В чем отличие старшего байера от обычного? Старший байер тестирует связки, а младший байер только заливает как дополнительные руки. Кто занимается креативами? Креативами занимаются сами байеры, также я. Но мы генерируем идеи, эти идеи уже воплощают в жизнь дизайнеры. Окей, поговорим про офферы. Какие офферы сейчас в топе, на твой взгляд, топ-3? Гипертония, через два месяца будет похудалка. Ну и, наверное, зрение. Я бы поставил на третье место это зрение, диабет, простатит. Касательно гео. В какие гео сейчас лучше всего заходят вышеперечисленные офферы? На что льете? Льем сейчас в основном Тир-1, потому что был печальный опыт с Латамом. Сейчас номер Тир-1, Италия, Испания, Румыния. Румыния тоже Тир-2. Ну вот в основном Европа, Италия, Испания, Румыния, Чехия. Расскажи про печальный опыт, что там было с Латамом. Латам очень сильно перегрелся, буквально в июне, в июле. Лично у нас, у других ребят всегда идет все хорошо, ну либо идет. У нас это было там тысячу лидов в Дели на Латам, и цена очень сильно начала возрастать. То есть CPM там дикий, как на Тир-2 на Европу можно зайти. Поэтому я понял, это была моя ошибка, как я строил команду. Это, я уже понял эту ошибку, учел, то, что нужно разбивать афера, гео по странам. То есть это Италия, трафик идет, у тебя идет трафик на Латам, идет трафик на Индию. Чтобы если где-то есть просадки, это друг друга компенсировало. Ну то есть раскладывать яйца в несколько корзин, наверное, стандартно. Хорошо, а сколько сейчас в Дели получается вообще? По лидам? По лидам. Ну сейчас это примерно 500-800 Дели на Европу. И это в первую очередь именно Европа, да? То есть без примесей... Без примесей Латамы, это чисто Европа. Хорошо. А в чем основное отличие подхода, например, на Европу, на страны Тир-2, Тир-1, от подхода на Тир-3? Ну Тир-3, наверное, более, точнее менее платежеспособная аудитория, которых нужно завлекать. То есть либо какие-то мискликные креативы, более простая воронка, без употребления каких-то суперэффектов от лекарства, от препарата. А странами Тир-1 попроще, там, либо Селеба, либо доктор. Его интервью в интернете просто нашел, вставил звук, благо нейросеть сейчас нас позволяет. И все, заливаемся без проблем. И по подходам, наверное, на Тир-3 тяжело ловить цену, потому что там опру всегда скачет. То есть это 30% либо 60%. А Европа более стабильна, прогнозируемая. Мы имеем до Тир-1. Это постоянно 45-50%. То есть мы уже можем на протяжении двух недель выстроить себе график, как мы будем лить, с какими бюджетами, с какими капами. И понимаем, что мы не уйдем в минус. Слушай, касательно проклов, да, есть стандартная история, когда перед тем, как перейти на ленд, ты показываешь пользователю какую-то страницу, там, допустим, Селеба, доктор и прочее. Ты пробовал какие-то более интересные воронки, например, на прокле сделать, там, тест или что-то еще? Если да, то расскажи об этом подробнее. Сейчас мы используем в основном проклу уже с формой, то есть нет дальнейшего перехода на ленд. Но был интересный кейс, это было о чили. Мы заливали туда квиз. То есть опросник небольшой и в конце там рекомендации доктора. Что вам нужно вот это? Цена леда сильно возросла, ну не сильно, в полтора раза. Но при этом опрос возрос почти в два раза. То есть он был там 35-30, стал 60. Но это прожило буквально недолго, и цена полетела вверх. Все-таки более предпочтительно это обычный стори-тейл с какой-то историей Селебы, звезды. То, что я смогла, и ты сможешь. А есть ли какие-то суперстрогие требования от рекла, кого нельзя использовать, например, в разных регионах? Есть. Допустим, если это Болгария, насколько я помню, либо Бельгия, либо Болгария, там строго запрещены известные личности этой страны. То есть если у тебя есть какой-то трав с личностью, то он уже не подходит. Они просто не будут обрабатывать эти заявки. Как ты считаешь, допустим, если есть средняя команда, у которой все плюс-минус хорошо, и есть два пути? Это либо залив на тир-1, или залив на тир-2, тир-3. Вот касательно дальнейших выгод, вот именно стратегического планирования, допустим, в годовой перспективе. Что будет выгоднее, что бы ты выбрал? Если бы нужно выбирать, было бы вот именно либо первое, либо второе. Или-или? Да. Скорее всего, тир-1, тир-1. Насколько туда сложно финансово зайти? Если сейчас ситуацию смотреть, то в два раза дороже, чем латам, даже в три. А в принципе, тысяча-полторы тысячи долларов, я думаю, хватит, чтобы протестить одну связку. А сколько роешься в среднем на тир-1? 60-80, иногда бывает до 40. Но в основном это 60-80, держится. Какой был рекорд, рекордный роя? Если брать маленький объем, там, до 1000 дейли, это роя 150-180. Если брать объем, там, уже от 5-6 тысяч долларов дейли, роя 80-100. То в 2022 году, особенно во второй половине, была история, связанная с тем, что очень многие говорили, что нутро просело, что нутро сейчас вообще рип, вот, и что вот-вот уже все. Все пойдут в гамбло, будут туда только заливать. Как ты считаешь, это как-то имеет вообще что-то общее с действительностью, либо это просто какой-то миф и, не знаю, веяние моды, например? Ну, мое мнение таково-то, что все команды, как ни иначе, льют латам. То есть сильные команды льют по 5-10 тысяч лидов дейли, слабые по 2-3 тысячи. И, наверное, отсюда пошло суждение, что вот латам уже перегрет полностью. То есть, ну, как бы, нутро умирает, все, латама нет, нутро нет. А сильные команды, которые льют Европу, льют с хорошими подходами латам, у них всегда все стабильно. Да, может быть, рои по сравнению с 2020 годом, там, не 120-150, а 80-90. Но нутро, я думаю, не умрет. Все равно будут какие-то новые подходы, новые афера, и нутро будет жить. Принято. Расскажи про источники. Какие источники используешь, в первую очередь? Источник сейчас в основном это ФБ. Потому что ФБ всем известен, ФБ всем понятен. ТикТок пробовали, но последние полгода это просто трата времени. Потому что ты заливаешь 100 аккаунтов, у тебя есть 100 аккаунтов, спендит аккаунтов 20, по 2-3 доллара и в бан. А ты потрачил на этот день. Ты не пробовал с агентских заливать? С агентских я пробовал, но не серая. Это товарка, либо там бьюти какие-то, крема и маски для лица. Хорошо, понял. Касательно других источников, кроме ФБ, что ты пробовал, кроме ТикТока, ФБ и прочего? Пробовал Бига не так давно. Не понравилось. Не понравилось? Почему? Ну, потому что там только Прила. Ссылки там вообще никак не кликабельны. То есть и список Гео очень маленький. То есть это либо Индия, либо Бангладеш, либо Пакистан, Иран. В Тир-1, в Тир-2 смысла заходить в него нет, потому что нет аудитории, которая будет покупать. Там, если заливать, наверное, какую-нибудь бинарку, либо опционы, ну, бинарные опционы, либо геймбу. Других. Ну, Трун Април еще никто, я не знаю, никто не пропихивал. Мативные сети пробовал? Хочу. Не пробовал, но хочу. Какие топ-3 проблемы ФБ в январе 2023 года ты бы выделил? Банг ФБ. Второй, наверное, риск пейменты, платеги. И третий, это, наверное, АКИ. Микроспенды, БАНы. АКИ покупаешь или берешь зафармленные? Раньше были фармы до февраля, а сейчас покупные. Ну, и сейчас мы работаем с арендой. Расскажи про самый жесткий фейл, сколько ты слил в минус? Самый жесткий фейл за всю историю мою арбитражу? Да, может. Это был прошлый год, декабрь. Ага. Нет, январь. Январь. Все, у моих ребят все хорошо идет. Я начинаю тестить, не заходит. Сливаю там 100, 200, 500 баксов. Ну, там 5-6 лидов, что такое. Ну, там, понятно, что сплит, крево и так далее. Все, не понимаю, в чем может быть проблема. Дай проверю ссылку. Захожу, все окей, открывается. Беру другой ноутбук, открываю, у меня белая страница. Не понял, что такое. Беру третий ноутбук, открываю, все окей. Возвращаюсь опять к первому ноуту, открываю, опять белая страница. То есть у меня из 50% и 100% пользователей 50% уходило просто на white. Вот я тогда слил на буквально тысячу баксов, наверное, в минус. А больше таких крупных фейлов, чтобы слить бабла не было. Бывало ли такое, что ребята сильно сливали в минус? Вот из тех ребят, что ты уже набрал, что прям сильно заминусил кто-то? Нет, в основном у нас идет плюс, но бывают дни, что там один день рой 120, другой день смотрим, рой минус 120. Да, бывают дни, что там не зацеп, тем более у ФБ сейчас это нормальная практика, то что один день тебя хорошо дает, другой вообще ничего. Так как мы работаем с высокими бюджетами, у нас один отцеп может за полдня скрутить 500-600 долларов просто в молоко. Но такие большие минус 100, ну, в минус 1000 дейли было. А такого, чтобы там на минус 10к в месяц, такого не было. Ну, то есть у тебя есть какая-то система, которая позволяет ребят тормозить в нужный момент, чтобы не сливать... Да, ребята сами понимают, они мне пишут, вот такая проблема, что мне делать? Я говорю, ну, сейчас ты уже ничего не сделаешь, просто стоп и включишь завтра на новый аукцион. Он говорит, окей, все в этот день у нас трафа меньше, но на следующий день мы уже догоняем этот траф новыми кабинетами рекламными, новыми аккаунтами. Слушай, есть большая проблема в рынке, насколько мне известно, подтвердишь или нет, нехватка кап. Многим нехватывает кап. Встречался ли ты с ней, как ты с ней боролись? Да, у нас сейчас такая проблема. ФБ подпустила, все льют. Кап нет. Но мы боремся, это сплит, пп, других офферов разных. Если ты даешь штраф на один оффер, много, то, скорее всего, через пару месяцев это окажется ни с чем. А так, то, что ты сплитишь там 100, тут 200, тут 300, тут 500, у тебя не будет проблем. А ты приходишь напрямую к реклу или ты приходишь к партнерке чаще всего? Раньше приходили к партнерке, сейчас уже реклы сами приходят. Ну, то есть, Rich Media уже как бренд известен реклам, они приходят с целью того, чтобы это продать. Как ты мотивируешь ребят? Ну, во-первых, я вообще никогда не злюсь. Я всегда спокоен, у меня нет такого, что если у меня плохое настроение, я испорчу их своим ребятам. Типа, ребят, почему у нас там сегодня не 1000 лидов, да или а 200? Ну, вот, я прекрасно сам понимаю, в чем может быть проблема, и поэтому это от человека не зависит. Да, это бывает момент, когда человек пропал на три дня, у него нет лидов, и ты ему пишешь, ты где-то, где-то, где, он не отвечает. У нас не было таких ситуаций, я просто к примеру. Ну, мотивирую, наверное, тем, что Facebook все равно нестабилен, и рано или поздно он оживет. Так и бывает, то есть там два дня ты не заливаешь ничего, у тебя там минимально 200-100 лидов байера, но через 3-4 дня, когда у него подотпустило, у него возрастет трав. То есть в арбитраж это нестабильность, это не про арбитраж. А вот, допустим, есть история, связанная с тем, что многие мотивируют других сотрудников машинами, дорогими яхтами и прочим. Как ты считаешь, такая мотивация работает, или это скорее история демотивации? Скорее всего, это возможность перегореть. То есть тебе поставили вот два месяца, я тебе покупаю BMW X5M Competition, если ты заливаешься в плюс. Человек работает, работа работает, у него не получается. Он сгорел, и дальше он все, уже не может найти ту колею, а ему хочется, и он еще больше сливает в минус в надежде заработать. Мне кажется, это больше демотивация, чем мотивация. А ты когда-нибудь выгорал, работая при петраже уже? Да. Как это было? Ну, просто руки отпускаются, и все, типа, у меня не заходит эта связка. Первая связка, вторая не зашла, третья, четвертая, и ты сидишь, может, действительно, нутра рип. Потом просто через пару дней включаешь эти компашки, они заработали. А так, борюсь, наверное, я люблю автомобили. Я просто выезжаю вечером, включая музыку, катаясь по городу. Все, просто отхожу от петража, вообще забываю там на два часа. Приезжаю домой, ложусь спать, утром просыпаюсь, иду в офис, и все как новый день, новые силы, новые возможности. Слышал про кейс с Денисом Харламовым? Как к ней относишься? Расскажи. Когда я пришел в Ричмедиа, это уже основательно, я пришел в марте, в феврале мы начали развивать. Я думаю, ну, спрошу у Дениса Харламова, сколько стоит у тебя менторство? Он мне говорит, 500 тысяч. Я такой, ну, ладно, если что, я напишу. Ну, и все, типа, я забыл про эту тему, и начал дальше работать, начало получаться и развиваться. На эту тему не знаю, что сказать, чтобы и как-то... Я не знаком ни с тем человеком, ни с этим. Лично так мы здоровались, общались, но никакого контакта, естественно, не было. Но, судя по словам Гуру, как его правильно? Костя Гуру, да? Костя Гуру. Ну, за ним тоже есть правда, то есть ему нет смысла скрывать, потому что трансляция была онлайн, без прерыва вообще, все диалоги, все переписки, все есть. Но и преуменьшать успехи Дениса Харламова я не могу, потому что он, ну, один из ведущих медийных личностей понутре, которые раскачивают. Ну, а как личное его менторство, его франшиза, я ничего не могу про это сказать. Ты считаешь, Денис все-таки больше арбитражник или там овнер-команды, или человек, который занимается инфобизнесом? Инфобиз. Инфобиз. То есть он больше зарабатывает именно на инфобизе. Есть ли у тебя еще какие-то ребята, на которых ты ориентируешься внутрь? Ну, есть то, к чему стремиться. Это команда Tron. Тимур Шарипов мне очень симпатизирует как человек. Ну, и в основном, наверное, все из таких крутых команд. Ну, и с РТП мы общались не очень много, но тоже крутые ребята, льют там 5-8 тысяч лидов в Дейли. Ну, сильно. А РТП взяли мини-купер у Литбита. Как ты считаешь, такие вещи ребят мотивируют или демотивируют? Есть к чему стремиться. Но я не считаю, что цель твоя должна быть материальной. У тебя тоже есть некий подарок-презент от Литбита, похвастаешься? Да, они мне подарили Apple Watch на день рождения. Спасибо менеджеру нашему и всей команде Литбит. Что про Литбит скажешь? Хорошие ребята, классные, отзывчивые. У нас уже больше не рабочая обстановка, а дружелюбная. Мы там можем посмеяться в общем чатике, созвониться, посмеяться, пообщаться, обсудить какие-то вопросы, приехать к ним в Москву, с ними пообщаться. Слушай, звучит круто. Такая небольшая рекламная интеграция. Как уникализировать креатив? Мы в основном используем либо программы, фотошоп, либо боты в Телеграме. Как ты считаешь, есть ли у нейросеток будущее в плане реализации креативов? Да. Ты уже использовал креативы? Еще пока нет. Может быть, слышал какие-то кейсы своей команды или команд дружественных тебя? Я просто читал паблик, не помню, чья команда. Они писали то, что попробовали сделать креатив про женщину, которая похудела. Ну и что-то у них получилось. Не знаю, сколько это конвертит, но слышал, что делали. Как вообще в целом действует система залива? То есть ребята плюс-минус то же самое льют в рамках команды? Или они тестируют свои связки, постоянно вырабатывают новые и прочее? Ну у нас ребята активно используют спай-сервисы, смотрят, что льют, что предлагают менеджеры. Они скидывают подборку, мы смотрим, что нам подходит, что нам нет, где у нас есть трафик. Делаем примеры креативов, берем в сплит несколько прокол. У нас есть ребята, которых хорошо себя показывают на суставах, которых хорошо себя показывают на гипертонии, на зрении, на похудении. И зависит от того, что они льют хорошо, у них получается, они знают это, аудитория знают подход, они работают с этим гео, с этим оффером. Но нет такого, что вот у нас один оффер, ребят, мы все его льем, пока он не помрет, а потом будем сидеть месяц без трафика. Если человек приходит к тебе и говорит о том, что я из младшего байера хочу стать старшим, что ему для этого нужно? Результат. Результат какой? Сколько он должен заливать, чтобы стать на ступень выше, чем был до этого? Тут, наверное, дело не в количестве, а в стабильности. То есть стабильно ты льешь хорошо, 10-15 плюс в месяц, то тогда почему нет? Если у тебя есть знания, есть возможности, есть понимание того, как это работает, то попробуй, тебя никто не накажет. Если не получится, вернешься на ступень назад. В Rich Media сейчас есть какой-то поиск новых байеров или команда устаканилась и больше никто не требуется? У нас команда осталась такая, как есть, все стабильно, мы льем, но поиск новых байеров нам заметно облегчит жизнь и поможет нарастить объем еще больше. Итак, какие требования есть к кандидату для того, чтобы он прошел минимальный отбор в команду? Это, скорее всего, возможность к переезду, так как мы все хотим работать в одном месте. Целеустремленность, пунктуальность, трудолюбие. Это новичок или это, может быть, уже опытный байер? На данный момент, скорее всего, это опытные байеры. То есть новичков не рассматриваете? Рассматриваем в плане дальнейшего обучения. Мы скоро хотим запустить свое обучение на небольшую группу и уже оттуда делать набор байеров. Допустим, если бы ты сам себя принимал на работу из 2020 года, когда ты был на заводе, ты бы принял себя сейчас в текущем моменте в Rich Media или нет? Сложный вопрос. Наверное, нет. Почему? Ну, у меня не было понимания на тот момент, какой ленд конвертит, как правильно залить 5000 долларов дейли, чтобы просто их не слить. Ну и, наверное, не было такого бэкграунда большого. Даже не большого, а просто именно самого понимания. То есть можно за месяц научиться тому, что люди учатся за два-три года. Слушай, а какие есть, на твой взгляд, проблемы в сфере арбитража сейчас? Ну, вот именно не в техничке, а в целом? Перегрета аудитория. Переизбыток аферов. Переизбыток даже? Переизбыток аферов, которые, ну, не конверт. Но так проблем я не вижу. Просто нужно искать подходы. Больше тестов, больше времени уделять. Касательно KPI хотел еще спросить для байеров. Если есть, то какой? Если нет, то почему? КПИ есть, это себестоимость байера. Три тысячи баксов. Оттуда уже высчитываем процент. Ну, то есть, получается, есть определенный оклад, фикс, да, и есть к этому проценты выплаты и прочее. Что бывает, если KPI не выполняется? Смотрим, на протяжении какого это срока продолжалось. Допустим, если это три месяца, например. Три месяца человек стабильно не льет так, как это требуется. Ну, мы тоже смотрим на ситуацию, какая происходит в мире, в мире Фейсбука. Если у нас там 50% команды не может этого сделать, то понятно, что дело, но не в человеке. А если он там пришел, месяц отлил в плюс, три месяца в минус, то, скорее всего, мы попрощаемся с этим человеком. Ну, просто лишняя трата средств. Но все зависит от человека, если он целеустремленный, если он показывает результат, хочет стремиться к этому, изучает, то мы дадим шанс. Это все индивидуально, я смотрю. Слушай, а как сейчас выглядит стандартный отсет при заливе на нутру? По-разному. Если это тест, автореги, 1-3-1-1-1-1. Если это высоколимитки, это 20-30-50 компаний с бюджетами там 50-40 баксов. То есть больше это какой-то лимит на верхней планке или наоборот нижняя 40-50? Это верхняя, скорее всего. Верхняя планка, то есть не больше 50? Ну, это все индивидуально. Если аккаунт у тебя анлим, связка живет, там уже месяц стабильно льется, то почему бы нет? Из-за этих все равно 50 компаний останется, дай бог, 10. Поговорим про новичков. Допустим, человек пришел внутрь и пока не очень понимает, как здесь все устроено. Что ему в первую очередь нужно сделать? Пойти в команду, остаться соло? Какой бюджет ему нужно выделить? Вот давай начнем по порядку. Ну, сейчас лучше пойти в команду. То есть есть много партнерок, которые набирают себе, ну, у которых есть обучающие группы именно по нутре. Ни в коем случае не покупать курсы в Инстаграме. Вот именно пойти к ребятам, которые на слуху, которых ты знаешь. Хорошо. Дальше, допустим, его берут в команду. Да, понятно, что там есть какой-то бюджет и прочее. Что нужно делать в первую очередь? На что нужно обратить внимание? Ну, нужно, наверное, изучить рынок, в котором ты работаешь. Изучить понимание, подходы, посмотреть, что люди льют, как льют. То есть есть для кого не секрет, там, много статей даже у вас на форуме очень много. Почитать, посмотреть, поизучать. Это не так сложно. Это не занимает много времени. И начинать тестить. Если не заливаться, то ничего не получится. А ты вообще веришь в феномен обучения в арбитраже? Или это все-таки больше такая история, что, не знаю, выкачать максимум денег и убежать куда-то? Вот, допустим, там, менторство или что-то еще, это действительно работает? Либо это история, когда ты идешь в команду и учишься только в таком случае, ты что-то новое получаешь? Когда ты учишься, ты получаешь что-то новое. Чтобы тебя кто-то научил, как зарабатывать деньги, у тебя ничего не получится. Если ты не умеешь этого делать, то ты не сможешь сказать, что тебе там 100 человек обучат. Они могут тебе поменять мышление, и уже ты сам начнешь зарабатывать, но это не они тебе помогут заработать. Просто они наставят тебя на правильный путь. Но именно что вот человек пришел, залил тебе 10 компаний, показал, как это работает, у него появилась прибыль, ты зальешь 100 таких компаний, у тебя не получится. Может, одна-две выстрелит. Именно понимание того, как это работает, обучение этого, оно приведет тебя к цене. Рубрика «Карточка кардинала». Очень простая история. Мы традиционно показываем нашим гостям три карточки, на каждую из которых у гостя есть определенная история. Они максимально простые, поэтому не бойся. Смотри, первая карточка. С чем у тебя она ассоциируется? Я на заводе. Ты на заводе. Расскажи историю тогда, что там было на заводе такого. Ну, ты приходишь в 8.15, проходишь турникет, и все, ты никуда не можешь выйти. Рядом ходят надзиратели, ну, охрана. Охрана. И все смотрят на тебя, куда ты пошел, в какой цех ты зашел. Если тебе туда нельзя, заходи, тебя выгоняют. Ну, и такая ситуация до 17.00. Это я с 18.15 до 17.00 на заводе. А был алкотестер на заводе? Нет. Какие-то другие, может быть, случаи интересные? Там, не знаю, что-то вынесли максимально много или что-то еще? Выносили мне, рассказывали, один заводчанин пришел с кастрюлей, с супом, и просто обратно выходит с этой же кастрюли, а там то ли титановая плашка какая-то, то ли еще что-то, не помню. Ну, и залито супом. Но все в итоге все равно заметили и не смогли пропустить. Смотри, группа, следующая карточка, группа котиков. Какая у тебя ассоциация с ними возникает, когда ты у них смотришь? Ну, это, наверное, соло-арбитражник. Ага. Второй – это когда связка не зашла, а третий – это когда зашла. Ага. То есть он такой радостный, да? Хорошо. Что было, когда у тебя не зашла связка? Другую. Другую спал. То есть ты не так сильно расстрелился, как это? Нет. Хорошо. Ну, и, пожалуй, последняя карточка. Такой мем. А что у тебя с этим ассоциируется? Наверное, два соло-арбитражника в каком-нибудь чате, у которого ROI 1000 и у которого другой ROI минус 100. Как ему вырасти до первого, на твой взгляд? Что нужно делать, чтобы ROI было 1000 плюс? Обманывать людей в чате, что у тебя ROI 1000. Значит, логично, что ж. Спасибо. Это была рубрика «Карточки кардинал». Какая сейчас оборотка у команды? Прошлый месяц мы закрыли именно нутра. Это 200 тысяч долларов. Очень достойно. Какие планы на 23-й в этом плане? Наверное, по оборотке не скажу, но выйти на 3-5 тысяч лидов daily по Европе. Итак, друзья, рубрика «Блиц». Сейчас тебе нужно будет отвечать на вопросы максимально быстро. Первое, что приходит в голову, сразу же говори. Итак, первый вопрос. ФБ или Google? ФБ. Выходные для отдыха или ситуативно? Ситуативно. Тир-1, тир-2 или тир-3? Что-то одно нужно выбрать. Тир-1. Отлично. Лучше быть темледом или автором команды? Темледом. Почему? Ответственности меньше. Big facts. Если не нутро, то? Подписки. Неплохой выбор. Что должно произойти, чтобы ты бросил арбитраж? Конец света. Если бы ты был безусловно богат и не было нужды работать, чем бы ты занимался? Работал бы все равно, без работы скучно. Что бы ты делал? Не знаю, может быть, так же арбитраж. Я жил, занимался машинами, открыл свой гараж. Очень много разнообразных. У Дима была помощь, что он хочет заниматься виноградниками. Мне кажется, ты тоже дорог с ним расшел виноградники. Окей. Что считаешь главной ошибкой в своей жизни? Пойти на завод. Сложно не согласиться. Что ты стремишься в себя исправить? Стать более открытым. И какая новость тебя оборудовала больше всего? Когда? А? Какая новость, где? Какая новость в целом тебя оборудовала больше всего? Политическая, наверное. Политическая. Ну, мы поняли, да. Мы поняли тонкие намеки. Спасибо. Это был Блиц. Что ж, друзья. На мой взгляд, получилось максимально классное и теплое интервью. И мы хотим пожелать команде Rich Media и лично Эду успехов в арбитраже, чтобы профит рос, чтобы рои росли. И если у вас есть вопрос для Эда, обязательно напишите его в комментариях. А также поставьте лайк, если видео вам понравилось. Ну, а мы желаем тебе удачи. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Пару слов для наших зрителей. Ребята, иди к своей цели. Нигде не останавливайтесь, и у вас все получится. Золотые слова. Ну, а вы, друзья, ставьте колокольчик. И до новых встреч совсем скоро в новых теплых южных странах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok